Выяснение отношений с оружием в руках и вызов участников прошлого сезона на спортивную дуэль. К выходу в эфир готовится шестой выпуск программы «Похудела». До финала осталось всего две недели. Тренировки и советы экспертов по питанию для участников стали уже нормой. Но теперь, когда до финала осталось совсем немного, им бросает вызов участники первого сезона «Похудела». Готовы ли герои программы ответить таким соперникам? В новой программе «Шестой по счету» участников «Похудела» ожидало необычное командное испытание. 12 человек оказались в лесу с оружием в руках. И здесь уже эмоции, которые они старались не показывать, скрыть было трудно. Я тебя убиваю сразу же и все, ты просто не убиваешь. Ты можешь быть мой, да? В полной экипировке и с оружием для игры в пейнтбол у команд появился шанс, если не отыграться, то хотя бы отомстить за прошлые поражения. Лучшие моменты, конечно, попадут в выпуск полной версии программы. И, поверьте, на это стоит посмотреть. «Аня, давай!» «Анечка, давай! Молодец!» «Оксанке, блин, больно попало, так жалко ее. Она мне кричит, уже убита, а по инерции пальчик нажимает на курорт». Но самая настоящая битва за первое место развернулась совсем не в лесу на игровой площадке, а на очередном взвешивании, кстати, первом для нового участника проекта Андрея Сырцева. «100,5». «100,5! Молодец!» Судя по расстроенным лицам некоторых участников, довольны своими результатами остались не все. А ведь для личных рекордов, которые ставили себе стройнеющие в самом начале проекта, времени осталось очень мало. До конца проекта осталось две недели, и участники этого сезона пока отстают от результатов героев первой программы примерно на 50 килограммов. Будем надеяться, что они успеют улучшить свои результаты. Ведь, как мы помним, в начале проекта участники первого сезона бросили им вызов. А некоторые выпускники похудела, даже отправились в спортзалы. Интересно, как отреагируют наши герои на такие провокации. Вот, например, из спортзала передает привет участникам второго сезона Людмила Жиловакова. А это Екатерина Стародубова. В прошлом капитан команды «Зеленых» дает понять, что снова в строю. Точнее, в планке, которую, к слову, не очень любили участники первого сезона. Участники этого сезона проекта стараются не отставать. Тренировки в спортзалах перестали быть ознакомительными и настраивающими на спортивный лад. Наставники требуют от своих подопечных полной отдачи. Жесть. Жесть. Вообще бипец. Руки трясутся, кошмар. К чему приведут такие подвиги на тренировках и кто заслужил главный приз на этой неделе? В эфире уже в это воскресенье. В 20.00 очередные испытания команд, новые цифры на весах и победитель в личном зачете. Ксения Зиновьева, Никита Рябинков, информационный канал «Город».